всем доброй ночи дорогие мои ну вот еще одна неделя подходит концу завтра же воскресенье дай бог но спасибо большое за ваш комментарий как всегда по традиции нашего канала спасибо ну сегодняшний у нас будет разговор такой немного такой отдаленно от туризма от турции от вообще эмиграции от всего остального да а чисто жизненная которую мне иногда задают мои подписчики молодые да и не такие уж молодые тоже из моего возраста тоже и а это взаимоотношения между женщиной и мужчиной да взаимоотношения совместной жизни знаете вы там написали что у меня было как говорится горький опыт в этом деле да вы правы но как будто не было в любом случае как говорится я старался делать из этого себе урок и старался второй раз же не повторять и ошибки которые когда-то я делал своей жизни ну во во-первых мужчина и женщина мужчина и женщина как говорится когда они сходятся много удивляюсь почему сначала у них ласковые слова зая любовь моя короче джанам все такое а когда расстается он козел короче говоря она как говорится стерва там все такое нет конечно не хорошо это не хорошо вообще сойтись с каким-то человеком и женщине и мужчине надо это дело очень очень вот мое время туркмении да сейчас не знаю как там я уже там 20 с лишним лет не был мое время когда-то 30 лет назад 40 лет назад да вот туркмении хотя и был советский союз коммунистический режим как сейчас принято говорить совок что бракосочетание относились очень очень серьезно во первых я уже вам говорю что до было по любви например да и парень парень девушка должна нравиться и девушке парень должен нравиться вот и как бы обычно у парня родители спрашивают сынок вот прошло время как говорится тебя вот уже мужчина тебе надо женить вот но кого бы ты как говорится я предпочел бы роли своей жених ну вот у того это дочь вот сходите сватайте да например вот если у с девушкой у них между ними уже договоренность была вот тогда не было как бы скажем так как сейчас например уже до свадьбы живут и как говорится и до свадьбы уже и дети есть брюхата и все такое как у нас предыдущие тогда не дай бог целом тогда было целомудрие это обязательно это было условие шли как говорится сваты сваты шли но у нас это называется сачаг 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 это дастархан в ней короче лепешки все такое все принесли короче сваты вот как у русских горят у вас красная девица у нас купец короче вот так типа такого вот но если это сачаг примут значит они родители согласны как говорится что за этого человека сына да могут и не принять сачаг могут и не принять у нас сачаг очмада то есть не открыл даже сачаг могут сделать так что применять сачаг но с условием подумать вот подумать все такое конечно обычно родители невесты обычно говорят так символические слова да вообще-то наши дочки рановато еще это как-то это все такое но вот мы подумаем подумаем это значит время для того что полностью если конечно этих людей они знают с одного поселка с одной аула да там уже решается вопрос сразу да да нет нет да 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 нет если же этих людей они знают они соседнего поселка например соседного аула да они говорят подумаем вот это время подумаем значит пошли разведчики разведчики договариваться на такое-то время что они еще раз придут вот за моей старшей сестрой приходили раза три наверное отец не соглашался вот а сестра нет они одноклассники были нет все такое отец говорят ну ладно тогда раз уж ты вот так три раза приходили не это скоро-то помню ответ все время отказывал у отца были свои как говорится планы потому что у нас родственники были нормальные такие все вот тоже хорошие семьи все вот и вот это время когда разведчики идут выясняют кто их не этого парня родители кто как у них семья что за семья но перед тем как идти свататься парня девушки тоже они разведку проводят что они какая у них семья какая у них в общем полностью узнают все обе семьи друг друга узнают уже все чем их едят какие они люди что за люди какая у них история если у них в истории как это пятна в анкете понимаете вот только после этого давали разрешение на свадьбу а сейчас совсем по-другому сейчас по интернету короче говоря послужим по сайтам знакомств особенно когда сюда замуж выходит я вам вот выставишь вам да вот там сообществе там посмотрит это поскольку таких постов очень много кстати я вот я не знаю как женщин думают головой мне кажется совсем они думают говорят любовь слепа а потом страдают и дети и сама она все все короче вот тем более чужой стране чужой менталитет вообще брак может быть может человека и обогатить не в том плане что невеста богатый нет иметь хорошую жену это уже богатство это уже богатство я не понимаю тех которые друг друга пасут после того как живут замужем же жена ты друг друга сейчас современными телефону проверять кому он звонит как кого у него сообща как и у него это но не веришь не живи не веришь не живи не порт не свою жизнь не его жизнь если он такой что через тебя все равно другими все короче он такой же будет ты его не исправишь со своими там за ним пасти там его телефону узнавать как сейчас это модно стало вот выставляет такие как она через шифонер смотрит через как-то это какими-то путями чуть-то пасет короче это это вообще не вот я лично считаю ниже моего я никогда еще не было чтобы за всю свою жизнь я могу вот сказать 62 никогда чужие письма не считал никогда без разрешения никогда чужие телефоны современным тоже не смотрел никогда и потом знаете что мужик обычно добытчик да мужик обычно лев он добытчик и когда он какие-то глобальные проблемы решает да то время отвлекаться конечно есть у него есть жена все конечно само собой а вот если он не женатый разведенный вдове есть разницы нету и он какие-то дела решает какие-то вот очень вопросы женщины даже по телефону поговорить уже у него сил нету он же вот видишься мое мнение вот человек не должен отвлекаться есть такой эпос казахов если туркмен тоже есть и других по моему средназиатских азербайджанцев у нас туркмен гуэрогла называется эпос такой народный эпос сын могилы то есть женщина умерла беременна а там родила короче потом ребенок вышел оттуда да но это такое и толстая довольно такая книга это эпос она у к азербайджанцев гуэрогла называется у нас гуэрогла казах по другому общем вот так и там он вырос такой джигит богатыр короче да у него жена фея было а юнус перри вот и я вам рассказывал эту историю да что он он силач такой был что он и воин и все все у него 40 парней было вот его это отряд да и однажды он услышал что какой-то стране есть девушка богатырша которая всех побеждает каждую его ее никто не может победить девушка нифига себе гад девушка какая-то богатырша говорит я тогда где точно это и домой зашел женой попрощаться вот женой попрощена город куда уходишь он готов там-то там да и меня долго не будет я пойду год на сражение с этой девушкой хочу как свои силы померять она говорит теперь ты не иди он год почему ты у тебя гад не надо было сюда заходить тебе надо было оттуда гад пойти не заходить 10 лет проиграешь он ее не послушался и пошел и действительно проиграл вернулся домой еще год прожил короче подготовился все и уже не зайдя домой не заходя домой как пошел и победил понимаете я что хочу сказать я вот многое в жизни вот это увидел да вот хотя говорят а это на уровне короче там легенцию сюда легенды ведь тоже от жизни взятые понимаете вообще женщина должна быть опорой для мужика опоры во всех отношениях и если это его женщина если его жена его женщина а а если это не его женщина она будь его все время пасти как врага короче да правлять его телефона как бы и он тоже самое у нас говорили что если женщина хочет тебе изменить короче ты ее даже сундуке говорит прячь все равно на 2 измени такой был такой легенда есть такая я вам расскажу один мужик свою жену все время ревновал ревновал короче она ему говорит слушай говорит есть я захочу к тебе изменить ты мне горьцам горстаны спустишь и после того как я это изменю ты мои горьцам и на меня оденешь это не может давай договоримся что год после этого тебя не будет кипиша хорошо однажды на тесто делает руками занята и в это время говорит пришел год любовник зовет тихоньку сдалека муж не видит он подходит мужа на говорит у меня руки видишь газа ягод хочу по маленькому сходить как спусти мне это она он раз раз и и короче она побежала он сделал она сделала свое дело с ним она приходит рук видишь меня это давай одевай мне штаны она раз он ей раз что они одел и все они говорят ну чё помнишь договор нас вот сейчас я сделал ты мне гаштали спустил что не год на меня одел понимаете я же говорю все на совести на совесть если от воспитания женщине и мужчины да если человек такой родился такое воспитание получил неважно и женщина мужчина этот человек никогда не изменится ну конечно бывает так что мужчина обязательно должен с первыми у нас поэтому говорят чаран я штан хатаны баштан то есть ребенка с детства надо воспитать а жену с первых дней на этот случай тоже вам я расскажу сейчас немного анекдот такой я брак уже рассказывал два брата женится на двух сестров и свадьбы закончить первую брачную ночь заходит брачную эту комнату свою и горд на постели горд лежит как кот кот котенок да он осторожненько короче гладит целует короче через дверь выпустил второй заходит короче там как котка прямо там на этом он берет как через окно и выкидывает на еще раз горит это я двигатель бошка того проходит некоторое время тот который котенка кота гладит отпустил горд над ним гордина гордина давлеет он вот вообще весь такой этот а этот год к хан живет 2 он к нему подходит брат говорит почему год мы с тобой на двух сестрок поженились оба гордина одной семьи почему гордина у меня такая жизнь у тебя гордина такая же такая кайфу из гордина ты домой приходишь она тебе ноги а ягод набор день горд ноги мою кот тебя котенок у тебя был горд когда ты бы заходил он года счет с ним делал идет я его погладил человек а ягодчик окно выкинул он решили это дело исправить нашел это котенка бросает постель жену зовет смотри как я с этим котенком что сделать берет котенка час окно она говорит это надо было делать первый день а теперь от мозги не компостира берешь швабру в зубы короче полы бог понимаете я что хочу сказать в жизни очень сложная штука ребята очень сложная штука иногда выйдя замуж даже за бедного человека да вы можете стать эта женщина может богатой и счастливой все зависит от того как вы к и что вы друг другу дает сам дадите или на бедной женщине женивчись но умный мудрый до мужик наоборот разбогатеет как это по расчету жениться по расчету жениться да по расчету выйти замуж это всегда кончается очень плохо всегда кончается очень плохо сейчас конечно мошенников очень много разного рода и женщине есть мошенницы мужчины я иногда бывало даже так что я не мог проходить даже мимо когда вот вижу что что у меня в Анталии был такой случай, короче, один мой знакомый, одну девушку, короче, обманывал, тоже нашу соотечественницу из бывшего СССР. По ушам ей, короче, проехал, всякое такое, что сделаю, то я для ребят. Я когда их увидел, я прямо сказал, прям приней ему, я говорю, зачем я говорю, это обманываешь-то, я говорю, дурища людей. Прямо так. А ты что? Я говорю, ну нельзя так делать. Таким путем нельзя. А как надо? Я говорю, очень просто, чтобы она, я говорю, знала, что ты от нее хочешь. Ты просто хочешь с ней спать и все. И ничего ты ей делать не будешь. Она, я говорю, будет знать, на что шла. И вот, понимаете, она же обозлилась. И получилось так же, короче говоря, попользовался. И даси-даси. Вот. Я же говорю, я такой не люблю. Я такой не люблю. Если хочешь с ней просто переспать, скажи, я с тобой хочу просто переспать, и все. И никаких обязательств. Она уже будет знать, на что ее. А если ты вот хочешь, например, по-настоящему, да говори все, как есть. Если у тебя нет денег, скажи, у тебя денег нет. Нет. Если она поймет, пусть знает, что денег нет. И нет денег. Вот. Как в том моменте, где ты, я тебя люблю, я тебя люблю. Она говорит, а что, говорит, денег совсем нет. То есть, людям сейчас деньги нужны в основном. Ну, деньги, конечно, основной показатель тоже для того, чтобы хорошо пожить. Нормально. Одними сладкими словами сказать, не будешь. Это само собой. Но. Я, раньше у меня было, еще в те времена, когда я бизнесом занимался, у меня были, вот, друзей очень много было. Ну, как друзей, знакомых. Которые жаловались, что эй, работы нет, денег нет, то нет, мужики. Да тогда были времена возможностей, ребята. Вот. Как бы то ни говорили, 90-е годы. Я вопрос задавал. Я говорю, ты домой приходишь, я говорю, жена, тебе, я говорю, кушать, готовить? Конечно. Я говорю, стирает твои одежды? Конечно. Ночью, я говорю, с тобой, я говорю, безотказно спит. Он говорит, конечно, а куда она денется? Я говорю, она выполняет свою работу. Ты, я говорю, должен горы свернуть. У меня, я говорю, из этих троих, я говорю. Иногда бывает вообще ничего. Я сам и стираю, и убираю, и все, все. Да вы что? Я говорю, да. Вот мне бы, я говорю, ваша жена, я бы, я говорю, еще трой не был бы богач. Они удивлялись, как это так? Я говорю, вот так вот. Понимаете? Поэтому я что хочу сказать? Семейная жизнь это такое дело, ребята, что просто так, вот так вот, да, нельзя это решать. Надо хорошо обдумать. Я даже, я же говорю, я даже не созваниваюсь ни с кем, когда я что-то хочу делать. Если я кому-то хорошо доверяюсь, этими людьми я созваниваюсь. Иногда бывает, есть женщины-вампирши, которые силы отнимают. Даже по телефону поговоришь. Есть женщины, которые дают наоборот силу. По телефону поговоришь, уже наоборот набираешься силы. Также и мужики есть, которые дают силу, и которые вампиры. Вампиры, энергетические вампиры, понимаете? Вот я лично с этим сталкивался. Поэтому не дай бог в вашей жизни попадется энергетический вампир. Он с вас просто так кровь не будет, он энергию вашу заберет, он у вас дух заберет. Понимаете? Особенно бойтесь тех, которые все время ссекут вас, сидят за вами. Пинкертоны, короче, такие, да? Ну и что, что телефон лежит? Ну и что, что-то кто-то позвонит? Ну и что, что там даже выйдет, например, Лариса или кто-то? А тебе Лариса какая-то? А вдруг это Лариса? Извини, по делу звонит. А Лариса не может по делу звонить? Почему это Лариса или какая-то другая может быть шлюхой? Да и вообще, какое твое дело, кто там мне звонит? Или ей звонит, например, какой-то, да? Если ты ей доверяешь, если знаешь, что она твоя, ну какая разница, кто ей звонит? Зачем подслушивать ее разговоры? Вот я такого терпеть не могу. Это человека сил забирает, понимаете? Вот это, вот это все, почему говорят, инфаркт, инсульты, да? Это все вот из-за этого ссыкать друг друга, понимаете? Вот это, ну его нафиг. Поэтому энергию свою не растрачивайте и будете жить долго. Я знаю в Томске одну бабулю, которая в сибирской деревне, да? Вот. Она, я вам скажу, 99 и до 100 лет оставалось ей где-то месяц, она умерла. До 100 лет. И знаете, когда-то ее спрашивали корреспондента, да? Что, почему, секрет ваш. Она говорит, я ни на что не обращаю внимания. Ее не интересует ни политика, ее не интересует ничего. Хотя и дети у нее все были, все, все есть, дети все. Ее не волнует вот эта всякая сплетня, не сплетня, политика, молитика, всякое это, да, всякий вот этот, мир вот этот не интересует. Она живет своей жизнью. И, кстати, она, хотя себе жила, она питалась, в деревне жила, питалась только баранины, она разводила баранов, и бараниной питалась. Любила только баранину, выращивала сама, и сама, и колола, и резала, и все. 99,9 лет прожила. Вот представьте себе, да, вот такие вот дела. Так что будьте пофигистами, пофигистами будьте. Не надо зацикливаться на все. Всех вам благ, хорошего вам настроения. Благодарю.